Здравствуйте! Это второй ролик из маленькой серии про печать всяких приходных, расходных документов в современной версии VogueBit и не только про это. Напомню, в предыдущем ролике мы с вами посмотрели, во-первых, где взять после обновления новые шаблоны отчетов, как загрузить свою базу данных в VogueBit. И несколько общих вопросов обсудили на тему вообще печати отчетов. Ну и теперь давайте, собственно, к нашим приходным, расходным документам. Что-нибудь распечатаем, покажу, что поменялось, покажу, каким образом можно из разных мест распечатать. Давайте создадим какой-нибудь расход, для примера. Значит, пойдем в производственные заказы, выберем заказ, скажем, создать расход. Там, допустим, для третьего участка что-нибудь выдадим. И вот у нас запрос на получение, который нам, собственно, третий участок выдал, что они хотят от нас получить, что мы им уже дали из этого. Это вот в прошлом ролике как раз вот эти вот болты с гайками выдавали. Соответственно, вот сколько у меня еще на складе есть соответствующих позиций. И что мы им сейчас выдаем? Ну, можем все выдать этой кнопочкой. Ну, ладно, все не будем. Давайте сейчас еще на потом оставимся, чтобы было на чем тренироваться. Давайте вот эти вот оставшиеся болты с гайками выдадим. Соответственно, указали, что мы сейчас выдаем вот это. Создать расход. Ок. Открывается у нас вот это окошко, в котором показывается расходная накладная. Можем мы ее отсюда распечатать. Вот наша накладная номер 13 от такого-то числа. Вот 46 болтов и гаек мы выдали. Значит, все замечательно. Значит, что делать, если мы ушли вот из этого места, да, и там закрыли все окна, а потом решили вдруг вернуться и еще раз мы хотим ту же самую накладную найти и распечатать. Значит, какие есть варианты? Ну, во-первых, можно еще раз пойти тем же самым путем, пойти в окошко создать расход. Вот для третьего участка к этому заказу. И вот здесь вот открылось окошко расход. Ну, вот как видите, мы уже все болты с гайками выдали на текущий момент. И вот здесь есть такая кнопочка накладные. То есть, если это у нас запрос вот с таким номером, да, на получение для того заказа вот этого списка, да, то вот это вот, это те накладные на выдачу, которые мы сделали. То есть, два раза мы с вами выдавали, вот это вот в первом ролике, вот это вот сейчас мы создали, да, вот у нас есть две расходные накладные, соответственно, вот с такими номерами. Это то, что мы выдавали по вот этому списку, уже два раза со склада выдавалось. Соответственно, здесь можно тоже распечатать. Если мы хотим распечатать, нажимаем вот так вот, то у нас они распечатаются сразу обе. Это первая и вторая. Соответственно, если мы хотим какую-то одну конкретную, то встаем на нее, нажимаем отчет по выбранным записям и, собственно, печатаем вот только одну нашу нужную нам накладную. Вот это, кстати, еще одно изменение, оно такое незаметное, но полезное. Очень раньше, кто помнит, чтобы распечатать один документ из списка, тут надо было пассы всякие делать с фильтрами. Сейчас просто выбираем нужный или выделяем, какие нам нужны, и появилась вот эта печать по выделенным записям, такая простая, но очень полезная штука на самом деле. Значит, то есть еще раз, если мы еще раз придем в то же самое окно расхода, где мы уже что-то выдавали, то нажав кнопочку накладные, можно посмотреть в список созданных расходных документов и любой тут распечаток. Значит, можно попасть в то же самое окно расход, но не из списка производственных заказов, а откуда-нибудь из другого места. То есть, например, все вот эти документы, запросы на склад, они когда стандартным образом создаются, то чаще всего они связаны не только с заказом целиком, но и конкретно с теми изделиями в заказе или изделиям, для изготовления которых, собственно, используется то, что выдается по этому списку. Вот если я, например, встану в составе этого производственного заказа, там сидение какое-нибудь, и на нем нажму создать расход, то я опять же попаду на то, что нужно на вот это сидение, в частности, вот для третьего участка, и вот как раз тот же самый документ. Ну, то есть, можно как бы не от заказа, можно идти от изделия, на которое тебе нужно, встать на него, нажать расход, и ты попадешь, собственно, на те документы, которые связаны с изготовлением этого изделия, запросы на склад и в то же самое окно расход. Точно так же здесь можно что-нибудь выдавать, можно через окошко накладные здесь распечатать. Можно зайти в то же самое окно расход через вот этот вот новый режим документы в работе, это список всех, так сказать, активных запросов на склад для кодовщика. Вот у меня сразу они по заказам конструктированы, сейчас у меня только один заказ, в работе так много, вот у меня сейчас в работе этот заказ, вот какие есть запросы, соответственно, кому, от кого, значит, что там по ним выдано, не выдано. Можно сразу раскрыть вот здесь вот, что просили, что я уже выдал, соответственно, ну и точно так же отсюда, встав на соответствующий документ запрос, можно нажать создать расход и опять попасть сюда же, да, где мы либо что-то выдаем, либо нажимаем кнопочку накладные и распечатываем там интересующую нас накладную, если нам надо распечатать повторно что-то, что мы уже выдавали, потеряли, там, не знаю, еще зачем-то, берем, печатаем. Ну и, наконец, еще одно изменение, да, тоже достаточно важное, но может не очень заметно, что теперь вот эти новые отчеты, они печатаются вообще, в принципе, хоть откуда, где можно добраться до вот этого расходного документа. Ну, например, можно пойти в общий справочник, если я узнаю конкретно, какой мне нужен, где лежат все вот эти созданные списком приходные расходные документы, да, встать на конкретный, сказать отчет по выбранным, вот такой вот. Вот, и точно так же отсюда он тоже печатается, раньше такого не было, чтобы из разных мест печатать, приходилось разные шаблоны использовать, ну, в общем, определенная главная область этим была, сейчас откуда ты доберешься до документа, оттуда и печатаешь. Ну, например, можно с каким-то, с экзотической стороны зайти, да, то есть, допустим, давайте возьмем, посмотрим движение этих болтов, посмотрим историю, куда они двигались и через вот это вот дойдем до справочного документа, то есть пойдем в номенклатуру, выберем тут наши болты. Скажем, покажи мне движение этих болтов там за текущий месяц, вот она говорит, что вот такой вот болт, вот у вас на начало там было, соответственно, 142, из них 96 куда-то ушло и еще вот столько-то осталось, да, собственно, а куда ушло 96? А это может просто щелкнуть здесь и будет, что вот, вот, 50 штук ушло вот такого-то числа, вот такого-то числа, да, вот по такому документу, то есть, вот документ номер 12, такого-то числа столько-то на, там, соответственно, вот по такому документу, на вот этот вот заказ, чуть-чуть по-раздвинем тут, Неважно, что написано, что вот на этот заказ, по вот этому вот документу, вот такого числа ушло столько этих болтов, то есть история, как они вообще у меня двигались. И опять же здесь, если я два раза щелкну, я попаду на вот этот самый документ, вот эту вот расходную накладную, по которой этого числа на этот заказ что-то было видно, и могу я отсюда, в принципе, точно так же взять ее и распечатать. То есть, таким образом, значит, что поменялось, что сейчас можно для того, чтобы распечатать ту же самую там накладную или то же самое с приходным ордером, делать это одинаково из любого места, откуда ты до него доберешься, и один и тот же отчет используется одинаково отсюда печатается. Значит, на этом пока на сейчас все, продолжение еще будет, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok